Шалом дорогие друзья! Мессианская студия, Оазис Медиа, Хайфа, Израиль и община, возвращенная на Сион, Шавей Цион на Ивлите. И мы продолжаем книгу Откровения. И с Божьей помощью мы сегодня ее и закончим. Нам осталось 20, 21, 22 главы. И только напомнить. Я могу сказать, что по-разному толкуют эту книгу. Она непростая. Некоторые избегают вообще толковать зря. Читать ее нужно и пытаться понять, но без экстремизма. Что я подразумеваю под экстремизмом? Без каких-то слишком резких заявлений. Потому что мы должны помнить слова, которые не являются видением или сновидением, а четким указанием от Ешуа. Он говорит о часе и дне не знает никто, кроме Небесного Отца. То есть мы должны понимать, что когда люди начинают варьировать датами, то это большая проблематика. И также Писание учит нас, что к снам, к видениям, к сновидениям, к пророческим словам мы должны относиться к соответствующей долей скептицизма. Не веры, а скептицизма. Потому что Писание учит нас в истории, что пророк познается по тому, как его слова исполнятся. Поскольку книга Откровения вошла целиком в канон Библии, то здесь у нас полное доверие. Но у нас проблема с интерпретацией. Мы не всегда понимаем, как правильно интерпретировать. Есть очень много различных методов и путей. И написано, или сказано точнее в еврейской традиции, что у Торы есть много лиц. Как говорят, 70 лиц. Некоторые говорят, у Мессии 70 лиц. По-разному воззреть на этот объект, на эту книгу, на эти слова. И у каждого есть свое дополнение. И поэтому не стесняться их выносить, потому что одно, дополняя другое, выносит третье. Повторюсь, без радикализма, без каких-то крайних шагов. И поскольку пророческое слово не часто означает только ситуацию, которая произойдет в каком-то определенном одном будущем. Но оно может повторяться несколько раз. Мы подобные вещи видели. Помните слова, когда пророк Исаия пророчествует, вот родится младенец, вот девственница, там Алама написано на иврите, обрученная мужу дева зачнет и родит сына и так далее. Это было пророчество в начале не о Ишуа. Это было пророчество о ком-то младенце, который должен был получить имя Эммануэль. И когда он вырастет, то есть где-то в 14-15-летнем возрасте, или на 13-летнем возрасте, начнет научиться различать добро и зло, как раз в это время произойдет конфликт. Это было пророчество царю Ахаву. Но потом Матфей, движимый Святым Духом, в чисто еврейском пути интерпретации, интерпретировал эти слова для Ишуа. И это да и амен. Поэтому данные слова книги Откровения мы тоже должны учиться применять многоразово. К тому же есть очень много вопросов, к какому времени датирована или определена эта книга, о чем она говорит. Некоторые говорят, это о последних временах. Ну, последние времена штука растяжимая. 2000 лет это последние времена последние. Некоторые говорят, что она была к последним временам существования Иерусалимского храма. То есть тогда, когда в физическом плане мерзость запустения осуществилась в Иерусалиме. И это было в том, что был разрушен город, был разрушен храм, осквернен, разрушен и сожжен. О чем оно говорит? Оно говорит нашим душам. Чтобы мы могли, напитавшись принципами, которые здесь поднимаются, могли смотреть. И иной раз какие-то вещи вдруг остановятся, замрут и покажут. И мы тогда будем более грамотными. Мы можем самым различным образом интерпретировать слова 666, или 777, или 10, или что угодно. Некоторые говорят, это касается государства в Европе. Некоторые говорят, это касается метки, которая будет накладываться на руку или на лоб. И она будет символизировать то или другое. Да, так написано. Но какой смысл автор вкладывает в эти слова? Здесь большой вопрос. Сейчас подняли разговор о биометрических паспортах, и является ли это меткой 666? Как быть? А государство говорит, а мы даем вам 3 года, и вы все равно поменяете, или не сможете никуда выехать. Как быть в этих ситуациях? На самом деле, здесь нет одного советчика. Здесь есть концезусное прихождение к истине, молитва, размышления. Каждый решает эти вещи для себя. Так и книга Откровения, она направляет нас, дает нам ориентировки, чувства, но, пожалуйста, без паранойи, без гонки преследования. Написано, Бог говорит Аврааму, говорит, разве я что-то сделаю без того, чтобы не открыть рабам моим пророкам, или возлюбленным моим, или друзьям моим. Если Господь Бог через Ешо принял нас и сделал нас детьми, сделал нас своими, то мы будем знать, главное, не страхом, главное, не паранойей, не какими-то радикальными событиями. Вы знаете, многих лидеров на протяжении последних двух тысяч лет объявляли антихристами. Это были и Папы Римские, это были Короли, это был и Гитлер, и Сталин, это был Генри Киссинджер, я слышал о многих людях. Это был Барак Обама, это был Саддам Хусейн, говорили, вот это точно... Не совсем. Может быть, элементы, как написано Иоанн, он говорит, что вот уже в мире пришло много людей, которые противятся воле Ешоа, или действуют в четком противодействии ему. Ну, возможно, какие-нибудь безбожные языческие шейхи, или я не знаю кто, кто ненавидит конституцию, которую Господь Бог высвобождает из своих священных писаний, но мы еще не там, мы по дороге, разумеется, по дороге. Итак, с 20 главы, и ей предшествует то, что в 19 в конце был схвачен зверь, с ним лжепророк, то есть какие-то конкретные существа, и они были заключены, они были брошены живыми в гиену, в горящее серое огненное озеро. Понятно, что эти слова, горящее серое огненное озеро, я лично думаю, то есть для меня это понятно, я лично думаю, что это некоторые аллегорические слова, потому что такие же, как скрежет зубов, или как... То есть, если потусторонний мир, он не может быть описываем нашим лексиконом, Павел когда-то сказал, нет у меня слов, чтобы выразить то, что я увидел там на третьем небе, то, по всей видимости, у нас нет слов, чтобы и описывать вразумительно вещи, которые предназначены как средство наказания для Бога противников. Но хоть какая-то имитация, хоть каким-то образом мы воспринимаем эти слова через слова Иоанна, они брошены в озеро огненное, горящее серую, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. То есть, меч, исходящий из уст, мы можем перевести это как слово Божье, мы можем перевести это как угодно. И, по всей видимости, это сила нашего Господа Иешуа, который представлен здесь на коне, сидящий победитель, который судом своих уст осуждает людей. Реально там выходит из его уст меч, как на некоторых рисунках рисует. Я лично в этом не уверен, хотя может быть. И увидел я ангела, 20 глава с 1 стиха, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который из дьявола стона, исковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил на нем печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. Когда, после же сего, ему должно быть освобожденным на малое время. Ну, этот стих такой же сложный, как и предыдущий. Во-первых, в еврейском понимании дьявол или сатан, от слова ли сатен, противодействующий, это часто не индивидуальная личность, а собирательный образ. И чаще всего он наделен своей волей, действует в определенных рамках по своему произволу, но все равно является инструментом в божьих руках. И здесь я вам хочу предложить одно толкование, по крайней мере, надеюсь, что оно будет используемо, понимаемо вами. В одном из своих высказываний апостол Павел говорит такие слова. В Доме Божьем есть сосуды к чести и к бесчестию. Одни для доброго употребления, другие для злого. Я уверен, что некоторые из вас уже слышали эти рассуждения в проповедях, но идея тут такова, что весь мир, все творение, это Божий храм или Божий дом. И есть те, которые предназначены для доброго. Каким образом предназначены? Что Господь Бог ткнул пальцем и сказал, эти для доброго, эти для злого. По всей видимости, все изначально были для доброго. То есть все существа, все люди, все духовные существа, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы. Но некоторые движимые свободной волей решили стать против Бога. И таких Господь определяет в рамку сосуды к бесчестию или нечестивые сосуды. И это не значит, что они вышли из Дома Божьего и Богу противятся. Все равно он использует их. То есть одни используют для каких-то проявлений добра, а какие-то для проявления зла или испытания. В еврейском контексте сатан – это не всегда тот, который гонится, чтобы просто убить кого-то. Хоть одно из определений еще очень ясно сказал – украсть, убить и погубить. Но с другой стороны, он часто использован Творцом как испытательный инструмент. То есть им он испытывает на твердость тех или других людей, народы, правителей, не знаю, различные объекты. Это вот как испытание какой-то машины, краш-тест. Его испытывают. То есть сатан – это вот как краш-тест для машины, насколько машина может выдержать. И мы знаем то, что Адам не выдержал, а Ешуа, да, выдержал. И сей удостоен стать царем царей, потому что выдержал это испытание, единственное из всего рода человеческого. И вот опять несколько слов про сатана. Это не только какое-то внешнее воздействие. Здесь может быть описано также то, ну скажем так, злое начало, или ецера на иврите, которое в нас присутствует. Которое начинает противиться Богу, и противиться, точнее, тому доброму, что есть нас, и склоняет нас к злу. И вот данный стих, по крайней мере, как я вижу его, на тысячу лет вот это вот состояние, которое провоцирует в нас зло, или извне, или изнутри, будет удалено. Каким образом? Очень сложно понять каким. Ангельская сила будет участвовать в этом. Я лично верю в ангелов. Я верю, что хоть многие физические элементы мы пытаемся описать физикой, как восход солнца, закат солнца, движение луны и всего. Есть другие книги, которые говорят, что сопутствуют этому какие-то незримые силы проявления. Книга Енаха, книга Юбилеева описывает о сопровождении луны той же звезд и прочей ангелами. И что это значит, сложно понять. Но даже современная наука говорит, что за видимыми или сложно видимыми явлениями стоят какие-то невидимые протоявления. Даже сейчас многие часто говорят о таком элементе, как эфир, который был каким-то образом удаленный с таблицей Менделеева. То есть, возможно, этим эфиром является вот эта божественная сила или божественные проявления сверхъестественные, которые нам непонятны. Но ангел в данном случае участник того, чтобы связать вот это состояние змея этого, злого змея, зеленого змея, или там какого змея, который провоцирует нас козлу. И заключить его в какую-то бездну, дабы не прельщал уже народы. Ну, про такое мы уже слышали. Иуда, ссылаясь также на книгу Енаха, говорит, что ангелы, которые не сохранили своего достоинства. И там говорится о Малахей-Шарет, служебных ангелах. Это так Медраж описывает еврейский. И так описывает книга Енаха, что они сошли с небес на горе Хермон, или Ермон по-русски, здесь на севере Израиля, на границе между Сирией и Израилем. Они сошли и оттуда разошлись по земле, решив жить с дочерями человеческими. Вы все помните Бытие, 6 глава. Очень сложная глава, опять-таки, не всегда понятна. Некоторые толкуют, это сыны Сифа и дочери Каина. Но более стандартное толкование, что это ангелы или Малахей-Шарет, служебные ангелы, и дочери человеческие. Сразу возникает вопрос, каким образом связь могла быть. Ведь Ишуа сказал, поднимаясь на небо, становимся как ангелы Божьи. Но таким образом, можно сказать, спускаясь на землю, становимся как люди. И таким образом ангелы, по всей видимости, жили, и там рождались все эти, и Цурим, все эти невообразимые существа. Но написано в Иуда, что вот этих ангелов, не сохранивших достоинства, Господь связал и поместил во мрак на день суда. И вот здесь такая же тема. И написано, он не будет высвободен, сатан или древний змей, или дьявол, не будет выпущен из этого темницы на тысячу, пока не окончится тысяча лет. Мы можем посчитать тысячу лет физически, можем посчитать это какой-то иррациональным числом. Опять-таки, это вещи непонятные. Я вам часто говорю, непонятно для того, чтобы кто не обольстил вас, начинав считать. Еще одна непонятка здесь. А когда это будет? И опять-таки, есть много людей, которые будут резать воздух и говорить, это будет в конце. А некоторые говорят, это уже совершилось. Это очень непросто понять. Потому что, с одной стороны, мы видим расцвет веры в Ешуа, но с другой стороны, мы не видим того, чтобы людей не влекло ко злу до сегодняшнего дня. Возможно, это о будущем говорится, когда наступит седьмое тысячелетие, и воцарится Ешуа, и тогда зло будет отодвинуто его царственным присутствием. И тогда правда и исполнение той молитвы, которую он научил своих учеников, да будет воля твоя на земле, как и на небесах, воплотится в полной силе. И мы читаем дальше 4 стиха. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Ешуа, и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу его, не приняли на черта, ни очело свое, и на руку свою. Они прожили и царствовали с Ешуа тысячу лет. Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресенье. Ну, здесь сразу мы задаемся еще целым рядом вопросов. То есть книга Откровения рождает больше вопросов, чем ответов-то на самом деле. К примеру, они воскресли. Кто его знает, какое это число, ну, скажем, тысячи человек или сто тысяч человек, неважно. На земле в этот момент присутствует несколько миллиардов, 8-10 миллиардов, не знаю сколько. И вот ходят по земле люди, которые еще не видели смерти, и также ходят тысячи этих людей, которые уже воскресли из мертвых. Какое здесь единение, какое здесь это? Очень сложно понять. Мы можем нашим мозгам дать в этом плане подумать многократно. «Прочие из умерших не ожили, доколе не кончится тысяча лет» – это первое воскресенье. «Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Машеха, и будут царствовать с ним тысячу лет». То есть, ну вот понятно, это люди, удостойные особенным образом. Кто они? Умершие во имя Ишуа. Знаем, было немало людей, тысячи людей. Современники наши. Сейчас в Сирии, в Судане есть люди, в Индии, которые погибают во свидетельство Ишуа Машехи. Но некоторые погибают, не желая этой гибели, их просто убивают. А другие, возможно, смело в проповеди Евангелия. Столько Господь Бог может разобраться. А те, которые не умирают, те, которые живут в более-менее нормальных странах, что нам нужно ревновать о том, чтобы умереть, это тоже вопрос непростой. А можем ли мы? Как мы себя поведем в той ситуации? Есть бравые люди, говорят, я за Христа пойду и в огонь и в воду. Но когда случаются какие-то обстоятельства, только один Господь Бог знает, как мы себя можем проявить. Мы помним Петра, который бил себя в грудь, говорит, я с тобой до конца пойду. Но когда начался момент преследования за имя Ишуа и за связи с Ишуа, он спасал. И он был смелый человек, духовный человек. Поэтому здесь как бы зарекаться не нужно. И нужно просто жить, просто жить, любить Бога, посвящая ему самого себя. Когда же окончится тысяча лет, 7 стих 20 главы, Сатан будет высвобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Опять Гог и Магог. Мы уже про эту тему читали в пророках. Подниму Гога на Магога, Магога на Гога. То есть какие-то противостояния. Задействованы ли в них Израиль? Вопрос большой. Земля святая? Там написано, что да. Но насколько это и в каком плане понимать, я, честно вам скажу, затрудняюсь. И к этому тексту, наверное, отношусь с должным благоговением, но сразу заявляю, не знаю, не считаю стыдным сказать, не понимаю такой текст. Очень сложно его понять. Читаем дальше. И собрали их на брань, число их, как песок морской, вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. А мы уже читали, что там Ешуа и там воскресшие из мертвых. То есть какие-то в особой святости группа людей с Господом во главе. А тут на тебе, Гоги, Магог, плоти, кровь, вдруг опять на войну. Да, только фу, дунь на них. Мы помним дерзновение Петра, который говорил Ешуа, давайте мы сведем на эти города огонь с неба. Так Петр еще был далек до воскресения из мертвых. Вот здесь на тебе. О чем здесь говорится? Сложно понять. Хотя в данном случае не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. То есть, возможно, как раз здесь их авторитет суда был намного более актуален, чем Петра там в Евангелии, где Ешуа сказал, не знаете какого вы духа. А дьявол, прельщавших в Вежен в озеро Огненное и Серное, где звери и лжепророки будут мучиться день и ночь во веки веков. То есть какая-то темница для тех нечестивых сосудов, которые когда-то, возможно, были, да, благочестивыми. Мы помним историю про отступление, которые воспротивились быть служителями в добро, это одна из версий, и были помещены в огонь. «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и нашлось им место». Это не значит, что земли и неба нету места. Это здесь просто показывается то величие Творца, которое у него есть перед всем сотворенным. Некоторые люди говорят, что в конце времен будут уничтожены небеса и земля, и ссылаются на те места Писания, где сказано, и земля свернется, и все дела на них сгорят. Но мы читаем против этих мест, которые говорят, и восстановит все Господь, и все будет восстановлено. Деяние 3.21, утверждение о воскресении из мертвых, не о переселении на какую-то сверхдалекую галактику, которую якобы видят в Хаббл-телескоп, там, где Великий Град. Это все просто, ну, скажем так, спекуляции, по крайней мере, мне так кажется. О том, что Бог велик, и Он, удалив зло с земли, возвращает здесь первоначальную позицию, которая была во времена Адама. То есть Он совершает исправление, или в еврейской теме мы называем это часто тикун, исправление. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая из книги жизни, и судимы были мертвы по написанному, в книгах сообразно с делами своими. То есть есть подетальная запись наших мыслей, жизни, поступков, мотиваций, всего. И я думаю, что если мы только думаем об этом, в Израиле об этом думают чаще всего перед наступлением Йом-Кипура, в период с Роша-Шана, с Нового года до Йом-Кипура, когда считается, что в книге жизни делается запись или положительная, или отрицательная на следующий год, когда определяется срок жизни человека. И в это время много-много разговоров про книгу жизни, как же он меня найдет. Вы знаете, здесь я готов сказать, мы должны стараться, но, к сожалению, Исаия 53-я голова говорит, «Куяну кецон таину», все как стадо совратились на свою дорогу. Но там есть также и ободрение, но Господь на него возложил грех наш. То есть он, Бог, очищающий нас от мертвости, от греха, от проклятий, он восстанавливающий нас путем жертвы Мессии перед самим собою, чтобы мы могли оправдаться. И вот когда мы, если мы сомневаемся в нашей принадлежности к Богу, читаем про эти книги жизни, вот здесь стоило бы остановиться, подумать и обратиться, если есть нужда. Вот где момент истины, а как он увидит меня? Я видел одну передачу, как известный российский журналист спрашивал людей, что вы скажете Богу, когда вы станете перед Ним? И там некоторые говорили, я скажу ему привет, я ему скажу то-сё. Вы знаете, когда мы предстанем перед Ним, по всей видимости, мы будем даже в состоянии хуже, чем Исаия. А про Исаию в 6 главе его пророчество написано, увидел я Господа Высокого и Превознесенного, и я сказал, грешный человек с нечистыми ростами. И там он видел, как серафимы и херувимы обожженные стояли от святости, которые исходят от престола. Поэтому перед Ним мы вначале вообще ничего не скажем. Мы просто будем благоговеть и сгорать от страха перед тем, что Он, Творец всего, оказал нам милость, приняв пред Себя. И в этот момент вот именно заступничество, Иешуа, оно будет крайне положительным, потому что Он, праведник, оправдает многих, уповающих на Него. Вот здесь мы нуждаемся в Нем. Тогда, 13 стих, «Отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по своим делам». Море отдало мертвых. Мы знаем, что во времена Ноаха, Ноя, был потоп. И, возможно, в те времена была миллиардная цивилизация, может быть, больше людей было. Люди, которые восстали против Бога или искривили пути свои, извратили пути свои. Творец был более видим им, но они проигнорировали его, стали поклоняться тварей вместо Творца или творению вместо Творца. И предал их Господь Бог всяким постыдным вещам. Мы читаем об этом в Римлянам, в первой главе. Это вот как раз море отдало мертвецов. Это не только те, которые погибли при цунами или при каких-то морских бурях, пожарах, войнах и прочее. Но именно основная масса здесь – те миллиарды людей, которые погибли во времена потопа. И все они были поставлены перед Богом и судимы по делам своим. В данном случае, по всей видимости, не включаются какие-то оправдательные процессы, связанные с именем Ешуа. Хотя этот вопрос, опять-таки, не очень понятен. Бог есть милосердный, и Он дает равные шансы каждому. И даже в светском суде даются равные шансы каждому. Тем более праведен, милосерден и справедлив Божий суд. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Этот стих имеет целый ряд трактовок. Одно такое стандартное, что смерть – это и состояние, и существо, или ангел смерти, который приносит смерть. И ад – это темница. И также какой-то ангел, который поставлен этой темницей. Так, по крайней мере, в свое время толковал Дерек Принц. И я никогда лучшего толкования не слышал, поэтому использую те же самые слова. Это смерть вторая, то есть после которой нету воскресения, после которой нету шанса. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. По поводу книги жизни. Вы знаете, очень часто мы нашим умом любим делать какие-то заключения. Даже фильм я видел такой. Однажды, как у одного человека имелась способность определять этот в рай, этот в ад, этот в рай, этот в ад. Вы знаете, это немножко смешно. Все-таки осуждение и оправдание, оно зависит только от одного исключительно Творца. И его разум, его способность, она незримо, немыслимо для нас превосходит наше разумение. И поэтому я рад провозгласить, что в Израиле, особенно мы часто говорим, на его рахамим, на его милосердие мы уповаем. Он Отец наш. И это много больше, чем любой человек, даже самый строгий может, или самый мягкий может нам сказать. И именно поэтому давайте не будем выставлять эти вот для ада, эти для рая. Господь знает сам, кого миловать. И я надеюсь, что это будет очень, очень много людей, про которых мы так не думали. Потому что Бог включает милость, являет Иешуа. Возможно, при последнем дыхании человека, чтобы тот мог соединиться с ним. И быть, чтобы уготованы ему благословения, воскресения, воскресения, вечность и в радость были с ним. Дорогие друзья, вот на этих радостных словах я хочу остановиться в этом уроке. И мы потом продолжим еще раз. Пусть Господь благословит всех вас. Пусть надежда на вечность и надежда на то, что мы будем восстановлены в восстановленном мире, в присутствии Господа, пребывать в вечности, для чего Адам был сотворен. Пусть Господь благословит всех. Благословение Мессиона. До свидания. Мессианский Центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова